А вот насчет сарвам пушпам, то есть, как мы поняли, что это именно прям вот каждый-каждый цветок, а не там все цветы вообще? Ну, это потому, что все цветы были бы сарвани пушпани. Пушпам в значении вот… Как блоссомик, что ли, да? Нет, ну пушпам – это именно цветок, да. То есть цветы, все цветы были бы сарвани пушпани. Просто понятно, что сарва – это не всегда все. Сарва – это еще и каждый. Это обычное словарное значение. Это всегда надо, кстати, помнить. Там, где мы думаем, что автоматически, ну, многие, скажем так, привыкли, студенты привыкли, что сарва – это все. Ну, сарва – это иногда каждый. Сарва джанага, если в единственном числе сарва джанага – это не значит весь человек. А каждый человек, потому что весь человек был бы крыцнага чана. Весь человек, в смысле, целиком. Или сакалага чана. Да. Спасибо. Так, еще. Адикам? Сарвам с паштом. Пока что. Сарвам с паштом. А есть ли какой-то перечень uncountable? То есть, скажем, там, веда – она одна, а цветок – он бывает один, а бывает много. Есть ли список uncountable, там, не знаю, дхана – это деньга одна или денег много? Веда, веда, веда бывает. Веда можно действительно сказать, да, веда или, когда мы говорим шруты, это, в принципе, вот, в любом месте ведийского корпуса. Либо, можно сказать, ведей, можно веда, как она, как это называется, синегдоха, по-моему, говоря по-русски, не совсем по-русски, по-гречески, да, синегдох, синегдохе, да, это парспортоту. Можно сказать, веда – это значит веда, в принципе, да, так же, как и можно, да. Ну, веды, они обычно называются, то есть, либо веда – это, может быть, одна конкретная веда, либо веда, как парспортоту, все веды, либо веды будут, конечно, три веды в основном, но иногда к ним добавляется. Ну, вот, в Бюллере, например, когда пишут «богатство», имеет в виду просто какой-то сингуляр из «дхана», например. Ну, «дхана» можно сказать и «богатство», и «богатство», можно сказать «дханани». «Дхана» не очень конкретно, что знает, это «дхана» в переводе на современный лад или в пересказе, применительно к современным реалиям, можно «дханам» переводить, как «деньги», да, просто «дхана». Деньги, но не деньга, получается, не одна деньга. Ну, да, но это плюралист, 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 плюралист. Антон, да. Думаю, это на русском языке, да. Ну, так получается, что не только на русском? Нет, нет, ну, я бы здесь, я бы вот здесь закономерностей, каких-то вот строгих закономерностей, как эти слова для счета, используемые, скажем, в китайском языке, там есть какие-то вот для счета разного типа предметов. Ну, я так вот очень поверхностно знаю, может, я не знаю, есть среди вас китаист? Да. В санскрите, насколько я знаю, нет. «Сарва» или «сарва», вот это, «сарва» – это может в зависимости от контекста обозначать либо, в смысле, все, если во множном числе, в единственном числе это может обозначать каждый. Ну, да. Ну, да. Ну, да.